Вы меня просили, и я все сделал. Дизайнем титры в Premiere Pro. Итак, берем инструмент Title и кликаем на область кадра. Я напишу слово Food. Нравится мне просто это слово. Вкусно. Переключаемся обратно в инструмент Selection и располагаем титр как нам нужно. Меняем размер, сжимая или разжимая по краям. Далее выделяем созданный слой и приходим в панель Effect Control. Здесь мы разворачиваем вкладку Text и в первую очередь думаем, какой выбрать шрифт. Его подбор имеет огромное значение, это 90% красивого титра. Давайте полистаем, что у нас есть. Лучше, конечно, погуглить, поискать интересные другие шрифты, так как стандартный набор не блещет разнообразием. Я могу об этом более подробно рассказать в других роликах, посоветовать что-то. Пишите в комментариях. Важно сказать, что изменение шрифта изменяет площадь расположения текста. Поэтому внимательнее на это смотрим и располагаем, корректируем, делаем ровнее. На самом деле в тренде вот так вот все оставлять, полный минимализм. Выбрали красивый шрифт и все круто. Со вкусом никто не придерется, что вы не умеете делать красивый титр. Но давайте рассмотрим все возможности. Они могут очень пригодиться. Рекомендую добавлять тень. Нажимаем на галочку возле пункта Shadow. Тут раскрываются другие настройки. Можно увеличить видимость тени, наклоны, расположение. Но я стараюсь ничего особо не менять. Включил. И немножечко поднимаю видимость тени. Также кроме теней мы можем сделать обводку. Она делает текст читабельным на любом фоне, поэтому это действительно пригодится. Нажимаем галочку возле пункта Stroke. Выбираем в этом прямоугольнике цвет. В этом значении отдельно зажатой кнопкой мыши тянем вправо и регулируем толщину. Вроде бы так неплохо. Так и оставляем. Однако вернемся немножечко обратно и поменяем сам цвет всего текста. Я об этом не рассказывал. Это делается во вкладке Fill. Кликаем и меняем. Все очень просто, быстро и понятно. Также можно шрифт сделать полностью из-за главных букв, нажав на две ТТ. Возле этой кнопки много других кнопочек, как видите. Как и в любой программе по документам, здесь можно сделать текст жирнее, раздвигать буквы, делать их уже, шире, зачеркивать, подчеркивать. То есть, ну, я думаю, что вы это знаете. Здесь все очень наглядно и понятно. Рекомендую покрутить все настройки и самому понять, что и как функционирует. Вот такой вот яркий титр получился. Но я лишь на этом примере показал все возможности дизайна в Premiere Pro. А вы уже сами смотрите на свой вкус, креативьте, пробуйте. И, конечно же, смотрите мои ролики. До встречи!